Зрители ТАУ бьют тревогу. В дендрологическом парке на улице 8 Марта в Екатеринбурге пропали белки. Белки, а также утки и почти ручные голуби в последние годы стали достопримечательностью этого дендрария. Люди специально приезжают сюда с окраин города, чтобы покормить животных, птиц, полюбоваться дикой, но такой милой природой, сделать фото и видео для соцсетей. Но с начала этой недели посетители дендропарка почти перестали встречать белок. Вооружившись хлебом для птиц и лесными орешками для белок, мы выдвинулись к дендрарии, чтобы лично проверить эту информацию. И действительно, примерно за 10 минут хождения по аллеям не встретили ни одну белку. Утки при этом были на месте. И в воде, и на газонах голуби тоже никуда не делись. Может быть, были чуть менее активны, чем прежде. Но такие 15-градусный мороз, первый серьезный с начала осени, не располагал к веселью. А белок действительно не было. Проходящая мимо девушка подтвердила наблюдение наших зрителей. Как давно вы видели белок в дендрарии? Неделю назад. Много? Две штуки. А вообще часто они здесь бывают? Ну, достаточно, да. Каждый день ходите через дендрарии, нет? Нет, не каждый. Раз в неделю вот примерно вижу. Мы сегодня не встречали, да? Сегодня нет. Исчезновение белок наши информаторы связывали с некими работами, проводившимися в дендрарии неделю назад. Тогда парк закрывался на три дня, как было указано в объявлении, на диротизацию против крыс. Диротизация означает истребление грызунов. Чаще всего посредством применения отравленных подкормок. Признаться нам, раньше крыс в дендрарии встречать не приходилось, но это не значит, что их не было. В административной части парка имеются хранилища семян различных растений, и, возможно, именно этому хранилищу они угрожали. Но ведь белки такие же грузыны, как и крысы. Да, симпатичнее, пушистей, с загибающимся хвостиком, но, по сути, те же древесные крысы. Только с более удачным пиаром, как говорилось в известном анекдоте про крысу и мышку. Неужели, решив избавиться от крыс, сотрудники дендрария потравили и белок? К счастью, нет. Во всяком случае, не всех. Скажите, как давно вы видели белок здесь? Сегодня. Где, подскажите? Вот там. В кормушке. И где? В кормушке. В кормушку бежала. Ну, примерно. Как вы найдете это место? Ну, как далеко отсюда? Вот оно. Вот она ее. Вот дерево. Кормушка желченькая. И вот чудо. Возле указанной кормушки действительно нам встретилась белка. Никаких признаков смертельного отравления белка не имела. Движения ее были осознанными. Шерсть пушистая и блестящая, окрашенная на зимний манер. Аппетит наличествовал. К сожалению, продолжившиеся еще четверть часа поиски других белок результаты не дали. Те деревья, на которых в обычные дни можно было встретить даже не одну белку, а несколько оказались пусты, а снег под ними не имел отпечатков беличьих лапок. Весь оставшийся корм пришлось скормить голубям. Но, тем не менее, наша вылазка в дендрарии оставила надежду на то, что даже если и поголовье белок сократилось, они не исчезли совсем. Надеемся, что встречный нами пушистый зверек все же не единственный оставшийся в этом дендрологическом парке. Может быть, их хотя бы два, и они разнополые. Тогда со временем численность белок здесь восстановится. С вопросом о влиянии дератизации на поголовье белок та обратилась в администрацию Екатеринбурга, но за сегодняшний день ответ нами получен пока не был.